Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите наши понедельничные обзоры с Михаилом Чаплыгой. Миш, здравствуй. Приветствую всех. Да, у нас по понедельникам традиционно, ну как, геополитический взгляд на происходящее. Да, мы поговорим о том, как матерится Байден теперь уже не только на Трампа, а и на Нетаньяху. Да, мы обговорим удары по пустыням Соединенных Штатов Америки. И, наверное, да, вот коснемся вот этих учений, которые масштабные и уже с 5 февраля до 5 мая перекрываются или как предупреждается об опасности для гражданской авиации. В общем, другой уровень координации. Уже два дня как летают, уже два дня как летают. Более того, там под Краковом наши друзья. У ребенка панические атаки, когда эти вертолеты начали летать низко. Ребенок сбежал от войны, ну, уехал. И вроде за год успокоился. А тут как только началось эти учения, у него крыша едет, ну, маленький ребенок. И уже все началось, уже, уже. Да, в общем, мы это все обсудим. Но начать я не могу, да, вот. Ну, точнее, не начать не могу с фотографии в день рождения Шапталы. И публикации Залужного с довольно-таки странным пожеланием. Прощальным таким, да. О том, что будет тяжело, но не стыдно. Ну, и вовсю, как бы, расхватали на цитаты, собственно, большие кадровые перестановки, которые готовит Зеленский уже вот-вот. Что думаешь по поводу этой ситуации? Правда, будут уволены все генералы, которые более-менее связаны с Залужным? А при чем тут Залужный? Понимаешь, в чем дело? Не сотвори себе кумира. Я вот честно скажу, знаешь, как вот, люби Божью правду. Я понимаю, о чем тот закон, который внесли в Раду. И зарыл топор войны со всеми. И любой, кто выступает против этого закона, мой брат и друг. И сделаю все. Но с кем общаюсь? Многие мне говорят, Михаил, мы знаем, ты с уважением относишься, ну, не будем рекламы в эфире, к одной политику. И да, она абсолютно правильную позицию заняла по закону. И понятна твоя позиция по этому поводу. Но голосовать мы не будем, потому что в предыдущем сезоне она проголосовала за тот закон, который уничтожает право на веру. Понимаешь? Вот. Точно так же и касается, точно так же касается и, скажем так, вещей, которые и в армии, да, то есть вот и в войске и так далее. Не надо творить себе кумиров. Просто объективно оценивайте. Давайте объективно оценим, что произошло. Сколько нужно было товарищу Залужному танков, огнеметов, пулеметов, комет летящих и народу для того, чтобы выйти и попить кофе на границе, админгранице с Крымом? Сколько? 300? 300 танков, да? 300, да? Ясно. Это для того, чтобы устроить контрнаступление, всех победить и выйти, да? Ну, было чуть-чуть меньше. Ну, не то, чтобы сильно намного, но было меньше, да. Но дело же даже не в танках. Оказалось, что выйти туда мы не можем по совершенно другой причине. Понимаешь, да? То есть, неверное планирование, ошибочное планирование и многие другие ошибки, а также хомо советикус в армии, которую рассказывали о том, что она уже там полунатовская. Оказалось, из 1500, по-моему, 1200 стандартов НАТО у нас за все это время имплементировано аж 300. Понимаешь? Причем самых простеньких. Понимаешь, да? Не надо кумиров делать. Так вот. Сколько русские сосредоточили танков на одном отдельно взятом Купинском направлении? 400? Ага. То есть, нам 300 надо было для того, чтобы победить в контрнаступлении и начать без бинокля рассматривать Крым, да? А русские 400 уже собрали на Купинском. То, что там грядет, не напомнишь мне? А, ясно. Скажи, пожалуйста, а все, по сути, ключевую, то есть, 90% всех оккупированных на сегодня территорий, они, не напомнишь мне, они в тяжелых боях, наверное, дались русским, да? Из нурительных тяжелых боях, метр за метром, правильно, да? Нет, нет, нет. Они были сданы, правильно я понял? Ага. А потом нам рассказывали о том, что русские с криками «А-а-а-а! Негодяи!» и текали, текали, текали из-под Киева, да? А потом выходит какой-то там отставной генерал и говорит, ну, собственно, да, они в организованном порядке отступили согласно стамбульских соглашений. Ну, подготовьте, да. Но это не значит, что они не пойдут еще раз, и уже все рассказывают о том, что русские, да, готовятся еще раз повторить. Какие откровения пошли-то, да? Интересные. Угу. А зачем мы кумиров делаем? Не подскажешь мне? Поэтому я тебе скажу так. Когда ты выходишь и говоришь, значит, ну, грубо говоря, там, Михаил, а что тебе надо для того, чтобы поехать в Братиславу? Я говорю, мне нужно Бентли. Спина у меня больная. Мне надо Бентли. Бентли. Мне надо цистерну бензина. Вот. И два водителя. Черчилль. Вот. Он тоже хочет. Вот. И два водителя. Ну, и какую-нибудь барышню можно где-нибудь там по дороге, там, на 250-м километре. Да. Вот. Мне все это дают. Ну, и по итогу я зависаю где-то у этой барышни до Братиславы, и я не доезжаю. Не доехав до Братиславы, я выхожу и говорю, вы знаете, помнишь этот анекдот, когда однажды на лесные именины был заяц приглашен? И до того разошелся он, да, ну, что, сказал, вы знаете, Бентли этот ваш херня, блин, понимаешь, водители ваши них хера не обученные, надо мне еще десять водителей. Ну, дали два водителя, ну, как я с двумя водителями доеду до Братиславы, блин, ну, вообще непонятно. Десять, да, Черчилль, блин, десять водителей надо. Не дам я тебе водителей, не дам, все, свободен. Вот, десять надо водителей. А цистерну дали бензина, шо мне, я ее прицепил, шо мне та цистерна? Дайте две, дайте две. Бентли паршивый, цистерна неполная, барышня эта ваша, завис я у нее. Ну, и что, ну, на третий день я понял, что это вообще не то. Значит так, мне надо четыре барышни, десять водителей, и мы поедем. А, этого всего нет? Нет. Так, значит, давайте так, раз этого всего нет, значит, мне надо, да, ну, это какой-то кошмар с этим Черчиллем. Он просто, да, он просто чухает Танюху издалека, и вот это, понимаешь? Он просто, понимаешь, он, наверное, включается в дискуссию, потому что ты как-то вот пошел, ты пошел по пути, как бы заложного. Нет, самое же важное, понимаешь? То есть, когда ты с этим всем, иди-ка мне, иди сюда, иди-ка мне. Вот, все-все-все, он успокоился, все-все, все, все, хорошо, хороший мальчик. Вот, значит, когда Бентли оказалась, то есть, ну, по итогам 23-го года, да, то есть, по итогам, в результате контрнаступления мы потеряли территорию больше, чем освободили. Угу, ясно. То теперь нужно что сделать? Ясно, значит, с Бентли уже не сложилось. Во-первых, бензин в 7 раз дороже теперь стоит. Бентли нам дают, вместо Бентли нам дают этот самый, какой-нибудь Фольксваген, да, старенький, 15-летний. Вот, вместо водителей, а, с водителями. Слушай, то толку с тех водителей? Давайте вместо двух водителей, которые были в прошлый раз, наберем 50. А знаешь, зачем? Вони меня на ноши посадят, и мы на, ну, они пешки будут бігти и на ношах меня нести. Ну, а как иначе? Ну, то есть, если нема Бентли, нема бензина, то треба это все заменить чем? Правильно, вместо двух водителей? 50! 50 водителей! А, что, это дорого стоит? Человеческий труд дорого стоит. Слушайте, так мы же не платили денег в предыдущих сериях. Мы же не платили. Так а что мы зараза будем платить? Треба усіх мобилизировать. А, что, они устануть по дороге и сгинуть? Слушайте, так это же меньше пенсии платить. Правильно? О! Пенсии не будет. Не надо вот это все. Вот по дороге будем отстрелять. Видишь, как ракета летит и ступени отстреливают. Главное, что спутник выведет на орбиту. Понимаешь? Это я так вкратце происходящее в стране. Если кто-то себе понатворил кумиров, если кто-то не хочет смотреть на мир через прозрачные очки, а не розовые, понимаешь? Вот там у том, как оно называется, моно, как оно, марафон, монофон. О, монофон, у монофони. У монофони, да. Мелофон, да. Миша, ну смотри, понятно, да, как бы начало нашего разговора, но непонятно, так а что ждет, собственно, всех нас, когда не будет заложного, шапталы, как сообщают источники «Украинской правды», и, собственно, других генералов, которые с ним связаны. После этой большой зачистки мы получим, ну, большую проблему. Серьезно? А что изменится? А кто этим всем реально руководит? А? Часом не Лондон и не Вашингтон, нет? А что изменится? Знаешь, как у меня это? Кабель от компьютера к телевизору. Ну, поменяю я кабель, что изменится? Ничего? Центр принятия решений где? Ничего не поменяется, это раз. Но в политике, хотя в политике тоже не особо ничего не поменяется. Но поменяется, я сейчас косвенно вам объясню, потому что... Дело в том, что... Пойми. Вопрос, вопрос же, скажи, пожалуйста, давай так, издалека. Где ты видел главнокомандующего, общающегося с политическим руководством страны и народом через иностранную прессу? Не напомнишь мне название стран, где такое происходит? Нет? А где ты видел главнокомандующего, размещающего мимишные фотографии в соцсетях? Не помнишь? Миле там ничего не размещал, ну... Не помнишь, да? Ясно. То есть все это вообще речь о политике. Ага. Ага. О политике. А скажи, пожалуйста, как трепетную лань, кого там, быка, кого там еще, обезьяну, я не помню, кого там, собрать в одну эту? Ну, никак, да? Ага. Не, можно, можно, можно. Если договориться, поскольку они между собой никак не договорят, ну, что ты хочешь? Поскольку они между собой никак не договорятся, значит, можно что? Можно договориться. Давайте так, не достанься ты никому. Да? Делаем всеми боярщину, да? В парламенте. Ага. Ну, то есть мы каждый... Ну, сколько набрал, так и... Засранец. И тебя в парламент тоже. Вот. Значит, а над нами... Давайте поставим над нами какой-нибудь царя, у которого заберем все полномочия. Ну, чтобы... Ну, Черчилль, ну, я тебя прошу. Давайте поставим какой-нибудь царя, значит, который не будет нам мешать, а будет, будет каким-нибудь таким Штайнмайером немецким. Ну, будет открывать церемонии какие-то, ездит там, какие-нибудь, ну, то есть жить такой нормальной царской жизнью и не лазить куда не надо. В частности, в бюджет и в кадровый вопрос. Логично, да? То есть минус ключи от бухгалтерии и ключи от отдела кадров. И вперед, царствуй, царствуй, на тебе булаву, что-то еще, и это, сдвинь корону на бок, чтобы не висла на ушах. Нормально, да? Отличный ход, ход, правильно. А теперь представь, и они все это договорились, все отлично, парламентская республика. Чаплыга первым выйдет сказать, наконец-то, понимаешь, вот. Ну, и все другие, даже если мне это не нравится, ну, наконец-то, ибо парламентская республика. А тут вдруг оказывается, что... А тот, кого они хотели царем поставить, Упс, и уже в цари не идет. Внезапно. А если он не идет в цари, А между собой они никогда не договорятся, То что, ломается вся схема? Ой-ой-ой. И тут выскакивает один товарищ, Утирая шоколад, И говорит, Так кличко ж! И все сразу... Понимаешь? Ну, ясно. Сразу появляется канцлер, Терято подожди, канцлер. Канцлер, то понятно, железный. То все понятно. Ну, понимаешь, ты по перилам не катайся, потому что искрит. Тут же еще с царем не определились. Какой канцлер, блин, тут с царем не ясно. А в царе мы тебя не пустим. Тут просыпается, ах, какой инвестор. Говорит, да подождите, а у меня же есть прекрасный кандидат на спикера. Мы же уже как бы расписали. Все же понятно. Говорит, да подожди со своим спикером. Тут как бы сейчас перестановки пойдут, и товарищи же понимают, что идет транзит власти. Давай же зрителям расскажем суть происходящего. Выходит некий Тука. Он не просто некий. То есть я, конечно, диаметрально с ним не согласен идеологически. Но мы знакомы. И уверен, что ни он меня, ни я его дураком не считаю. То есть это достаточно умный товарищ. Просто он правый, а я левый. Причем я так достаточно ультралевый по сравнению с его ультраправыми взглядами. Хотя, конечно, всяких какашек он на меня накидал. Но это уже вопрос его совести. Тем не менее. Выходит некий Тука и говорит. Абсолютно здравая, справедливая вещь. Говорит, вы понимаете, в чем дело? ВО президента ни хера делать не может. Понимаете? Говорит, а 20 мая у него полномочия тю-тю. Тю-тю. Не, президентом-то он останется. Ну, это же знаешь, я же приводил этот пример. Это же у судей. Да возьмите, спросите любого судью. Дали там на первый срок, да, временный. А потом на вечно. А в период между окончанием вот этого временного и перед тем, как дали на вечно, что с судьей происходит? Ничего, он судья. Приходит на работу, получает зарплату. Но не судит, ибо нет мандата. Понимаешь? Вот то же самое и тут. Да будешь ты президентом, господи, кто с тобой спорит? Так полномочий у тебя не будет, понимаешь? Вот. Выходит только, говорит, так когда это случится? Говорит, 20 мая. Карета превратится в тыкву. Понимаешь? Ага. А военное положение они до когда продлевают? На три месяца. Умничка ты моя. А что будет происходить в эти шесть дней? А? А кто тебе сказал, что его продлят еще дольше? А? А вдруг его введут на отдельных территориях? А? А если на отдельных территориях, то можно проводить выборы? А? Понимаешь? Ммм. Карета уже несется к тыкве. Вот оно что. А что нужно успеть сделать? Потому что ты же понимаешь, что как это, серпентарий однодумцев. Ну, то есть пока ты при власти. Пока ты, сняв трубочку, можешь позвонить. Так. Шелест, прости, пожалуйста. Ты за закон? И тут такой шелест. Миша, да я что, сумасшедший? Это же закон о внутреннем конфликте. Это же, по сути, спусковой крючок. Это же... Тимошенко вышла и сказала грамотную вещь. О, ну все-таки я говорил, ну то есть реклама таки была. Ну ладно. Вышла и говорит, а вы пробовали вообще связать этот проект закона, про НКВД по сути, про круто, связать с законом про мультигражданство, который нам пытаются втюхать по лекалам, потому что есть двойное, я уже лекцию читал, да, двойное, это на основе двухсторонних договоров, и мульти, это другой термин, это на основе явочного порядка, про мульти, то есть получается одних мяском, а кто мяском не стал, тех выпихнуть и автоматом сделать преступниками, расчистили, да, вот так две руки, туда мяско, а туда преступники, а потом мультигражданством новые хозяева земли, о, добрый вечер, вот же о чем этот закон, ага, а что еще, а он превращает ТЦК, он превращает ТЦК, в то, от чего НКВД, наверное, челюсти бы упали, потому что НКВД не знало, что так можно, понимаешь, это НКВД 37-го, умноженное на реестр и цифровой концлагерь, понимаешь, а зачем это все, ага, подожди, а еще же есть военное руководство, а когда начинается транзит, да, начинает трусить этот поезд, да, да, вы в самолете какая-то летали, да, или в поезде, когда он резко тормозит, что происходит в вагоне, ага, турблет, ясно, угу, то есть разные вещи могут пойти, угу, значит, к тому моменту, что нужно сказать, кто, откуда угроза идет, военные, поставить своих, идет, конечно, идет, мой друг, конечно, идет, потому что выросло, это все выглядит как некие амбиции, как некие, там, скажем так, претензии, а ты сейчас намекаешь на то, что это как бы реальная почва для каких-то... Франда живая, потому что, потому что посполитые за эти 30 лет успели что сделать? Они, сука, кормились, они бизнеса построили, квартиры купили, офисы, блин, понакупали, земля у них есть, да, бабки наскирдовали, а тут же ж смена зеленая идет, растет, растет, новый росток пробивает себе путь. А новый росток, когда путь пробивает, он что делает? Он высасывает все из старого, правильно? Умничка ты моя. А во время, смотри, во время вирусов всяких, власть политическая, демонополизируется кем? Она разделяется всегда. Она демонополизируется в медицинской мафии, правда? Ну, потому что, ну, то есть, фильмы ужасов смотрели разные, то есть, там про эти всякие эпидемии, зомби ходят там, да? А кто главный в этих фильмах? Ведь нет ему... Человек со шприцом, да. Правильно. Как это называется? Агентство по запобеганию, там, перерывы. И они с автоматом. Ну, короче, это новое НКВД. Хорошо. Потому что что? Актуализируется эта тема. А во время войны какая мафия актуализируется? Понимаешь? Генеральская. Ага. Ну, где ты видел генерала на нуле? Ага. Тут военные ролики разные записывают с нуля. Добровольцами пошли. По два года там. Говорят, вы знаете, она мне непонятно. А куда делась вся эта армия паркетных этих майоров, полковников и так далее? Куда она делась? Где они? Почему на нуле? Что-то их не видно. Они в барбершопах. Ютуб-каналы ведут. Понимаешь? Ага. Ясно. Да. Святые отцы, значит, там. Вон там один отец Иларион вещает, значит, нам измена барованы. Понимаешь? Вот. Ну. Ведомство-то цивильное, а он весь в зеленом. Ну, прям как мои шорты. Понимаешь? А. Ну. Цивильное ведомство, а? В зелененьком. Да. Ясно. Ну, образ такой. Образ. Ясно. Угу. А ты что думаешь, на нужды армии бизнеса не нужны? Приходим там, верно? Шелест. Ты же не на фронте? Не на фронте. А у тебя хороший бизнес. Алкоголь поставляешь, наверное, это оптом, да? Ага. И деньги, наверное, вводятся. Ммм. Помочь бы надо. Помочь бы надо. Но чтобы мы тебя не сильно напрягали, давай ты сразу 50% бизнеса отдашь. Ну, зачем мы будем каждый день к тебе ходить? Правильно? Ммм. Да. Да. И если во время вирусов политическая власть из 100% превращается в 50 на 50 с медицинской, правильно? То во время войны 50 на 50 политическая и военная. Ну, давайте военную не путать, потому что есть два разных. Есть военная, которая воюет в фронт, да? И военная, которая по кабинетам, да? То есть вся эта махина. И ты что думаешь, что они такие бедные? Мой друг. Мой друг. Ты что думаешь, что все так просто? А кому бедность? То есть это НКВД под кем будет, которое сейчас создается? А, оно будет под цивильными. Понял? Под цивильными. Не совсем. Под цивильными. Не совсем понимаю, почему новое НКВД должно быть под гражданскими, если идет большая смена в военном руководстве. Смотри, смотри. Инструмент. Поставить своих военное руководство и коровать новым НКВД. Не сможешь ты ничего сделать. Нет, потому что в военном руководстве ты ничего изменить, ну, в смысле в военной махине этой всей, ты ничего изменить не можешь. Ты можешь только снести пирамидон и поставить свой. Он не сможет управлять всей пирамидой, чтобы ты это понимал. Потому что для того, чтобы это произошло, необходимо заместить потом, даже ты верхушку все поменяешь, тебе необходимо, знаешь, как это, это все равно, что это голова профессора Доволя, да? То есть тебе нужно снести голову, поставить другую, говорю, но прежде, ну, то есть, да, это будет голова на теле, вопросов нет. Но только для того, чтобы эта голова на теле управляла телом, что нужно? Нужно каждый нерв соединить, понимаешь? Пока что эта задача нерешаемая. А теперь внимание. Ну, даже если она решаемая, сколько времени это займет? Понимаешь? Это займет минимум полгода. Минимум полгода. В руках профи-управленцев. То есть тебе надо все это заместить. Оно незамещаемо сейчас. Получается, какую задачу ты можешь решить путем смены пирамидона? Ты можешь решить только тактическую задачу. То есть ты можешь обезопасить, то есть ты можешь лишить центра управления, лишить центра управления, поставить сверху свой для того, чтобы хотя бы быть на контроле. То есть ты не перехватишь управление. Ты только разрушишь управление, которое может быть направлено против тебя, и получишь возможность снимать какую-то инфу на упреждение. Это тактическая задача, она ничего не решает в стратегии для тебя. То есть ты нейтрализуешь опасность. Раз. Второе. Откуда у тебя еще опасность? Из народа. А как контролировать это дело? Тут ты делаешь цивильное НКВД. Вот тебе два инструмента. Тут ты нейтрализуешь, тут ты получаешь кнут. О! С таким раскладом можно входить в транзит, правильно? Ага. Сейчас про транзит я хочу, чтобы мы пока не отошли. Я хочу твое мнение услышать. Но мы же это видели все. И можем сравнить замену всех областных военкомов. Вот помнишь вот эту такую? Ну так, наотмашь. Типа вот. Вот коррупционеры все, всех уволить. Ну уволили, ну заменили. Всех, не всех, там уже поди разбери. Но как бы что у нас лучше стало с мобилизацией с тех пор, когда всех заменили? Нет. Там взятки брать перестали? Или там, скажем так, культурные все стали себя вести? Нет. То есть мы увидели процесс вот в этой системе, да? То есть после решения Зеленского. А что в армии будет? Что я от тебя защищу? Потому что ты мне сейчас напоминаешь розового пони, но я так понимаю, что это твоя роль, да? То есть выступить в роли зрителя, да, розового пони. Ребята, еще раз. Вы же меня зовете на эфир, и не для того, чтобы я вам рассказывал розовые пони. Я вам еще раз говорю. Задача власти всегда, со времен Римской империи, ну власти не нашей имеется в виду, а власти как образа. Ну то есть, знаешь, как один запрещенный персонаж, но я с научной точки зрения, Ульянов-Ленин, понимаешь, говорил, что есть вопрос власти, да? Вопрос власти. Его надо решать. Так вот, власть не дают. Власть берут. Это первое. И нужно четко понимать, что когда ты поднял власть и взял, за тобой придут другие, которые попытаются у тебя ее отнять, как ты ее отнял у предшественника. Никак по-другому. И в США точно так же. И в Израиле. И в любой другой стране. И у нас точно так же. Посмотрите на выборы в Польше, если вам кажется, что вопрос транзита власти – это что-то из области розовых пони. Это страшные вещи. Убивают людей. Государство. Все, что угодно. Нет такого преступления, на которое нельзя пойти ради власти. Запомните это. Это страшная хрень. Так вот. Вы все меряете, а если поменяю, это как-то… Задача. Любая власть решает единственную задачу. Сохранение власти. Точка. Больше ничего. Ясно вам или нет? Именно поэтому ты начал эфир. Со слов, что Байден обматерил Нетаньягу. За что обматерил Байден Нетаньягу? За то, что Нетаньягу борется за собственную власть. Ценой. Государство, интересов США, всего мира. Насрать. Если нет войны, нет Нетаньягу. Понимаешь? Да. За что Байден обматерил Трампа? За то же самое. Потому что если приходит Трамп, нет глобалистов, нет транснационалов, нет демов. За то есть, извини, знаешь-то, такой процесс. Знаешь, я загадку знал. Как называется процесс, первая часть которого древние орудия пыток, а вторая часть легкий флирт. Называется колебание. И все говорят, ну ничего себе легкий флирт. Я говорю, ну видите, ну такая загадка, да? Колебание. Колебательный процесс. Так вот, кол у них в жопе будет, когда придет Байден. Понимаешь? Это вопрос. Им легче третью мировую устроить и спалить нахер весь мир, потому что... А зачем им мир, в котором все живут, а они на колу сидят? Понимаешь? Зачем им этот мир? То есть так же, а зачем Нетаньягу мир, где он сидит на колу, блин? А всем хорошо. Любая власть всегда решает только одну задачу. Понял? Понял. Умничка моя. А теперь внимание. Если ты будешь решать эту задачу, и ты входишь в зону турбулентности, которую ты отменить не можешь, пять лет написано в Конституции, полномочия. То есть да, корона у тебя будет, господи, в чем проблема? И трон твой нахер никому не всрался, понимаешь? Так ничего сделать ты не сможешь. Понял? И, блин, это неизбежно. И что тебе надо тогда? Тогда тебе нужно четко высчитать, откуда идет франда, какая мафия тебе, твоей мафии, представляет угрозу. И что нужно сделать? Да не думать какие-то перспективы. Тебе надо пью, и чтобы оттуда не шло. Второе. Откуда еще народную? А, блин, это джерело Влада. Джерело Влада. Понабирали по объявлению этих джерело Влада, понимаешь? Значит, надо это джерело Влада. Значит так. Эти в окоп, кто там спрятался? А эти преступники, если спрятались, что я вас найти не могу? То есть кого я не нашел в окоп? Ну, этих в окоп, ясно. То есть Бентли нету, бензина нету, ничего нету. Ну, будете массой, массой, 50 человек, пошли вперед. Что не ясно? Ясно, да, да понятно. Ага. А кого я не смог найти? А что я их буду искать? А давайте я их сразу объявлю преступникам. Ну, и вообще вне государства. Это же гениально, правда? А инструмент этого определения будет в цивильных моих руках. Правильно? Товарищи, вот теперь можно входить. Ага. Да, третья задача. А как же решить вопрос внешней легитимности? Это же важно, правда? Отлично. Если я одной рукой видел вот эти снегоуборочные, да? Право, лево, да, отвал такой пошел. Ну, проехал. А что случилось сзади? А сзади расчищенное от всего прерия. А тогда, о, мультигражданство, приходи. Нормально. Все. То есть вопрос внешней легитимности я тоже решаю. Что не ясно? Теперь тебе понятно? И перемены военных этих, и перемены по этому закону, о чем он. И только глупый депутат, глупый депутат будет делать вид. То есть они могут стать впервые в своей пятилетней сраной жизни, бесполезной, стать настоящей властью и настоящими депутатами. Им ничего делать не надо. Им нужно просто дожить до 20 мая. Более того, дожить так, чтобы эта булава просто вложилась им в руки. Но их же поставили перед выбором этого закона. Так вот, если они его проголосуют, джерелу Влада, из которого они пьют, перекроет им краник. Это первое. А если они создадут эту дубинку НКВД с цифровым концлагерем и отдадут ее в руки, то, естественно, эта булава пройдет мимо них. Но тут нужно напомнить. А ты не помнишь, что такой тоталитарный персонаж, как Сталин, сделал с тем съездом, который его избрал? Не помнишь? Говорят, даже внуков не осталось. Причем, заметь, догоняли первыми не тех, кто был против, а тех, кто был за. Знаешь, почему? Есть такое правило у политтехнологов. Если твой кандидат победил, знаешь, что нужно сделать? Первое. Не, не побежать в Раду, праздновать, типа, вот, значит, пойти, там, два значка дают, там, плюс вкладыш, там, все. Не надо это. Это когда мне было лет 25, я этим страдал. Знаешь, там, значок себе нацепить, там, кто из нас депутат, кто кого делал. Вот, понятно. Не-не, это надо делать. Надо быстренько текать и обрывать все связи с этим депутатом. Знаешь, почему? Потому что первым уничтожают того, кто видел и знает, как ты стал депутатом. Понимаешь? Ну, видимо, не все в Раде прошли жизненный опыт, понимаешь? Вот. Поэтому давай, пользуясь этой передачей, поскольку половина Рады нас с тобой смотрит, мы попытаемся сказать, что они, конечно, презренны мною, многие там, но, понимаешь, я просто хочу, чтобы выжили они, потому что если они выживут, то есть шанс и у нас. Понимаешь? Не потому, что я их люблю, а потому, что связаны, скованы одной цепью. Нравится им это или нет. Мы скованы одной цепью сейчас. Поэтому я не прошу сохранить жизнь украинцам, стране и так далее. Не. Это далеко от их понимания. Я прошу про одно. Свою жизнь сохраните. Себя. Потому что пока вы не создали эту дубину и не вручили ее в руки другим, от вас зависят. Вас ломают, предлагают, огладят, что угодно. Но как только вы выточили ее и отдали, вас первым. Народ пропекляет. Он умный и хитрый. А вы-то на виду. Во всех базах. Вот так. Миш, смотри. Заложный не будет садокладчиком на этой неделе. Как не будет? Или будет? Так это не будет. Я с нетерпением жду. Пением. Знаешь такое? Пение и сопение, пение и сопение, и пение и нетерпение. Я с нетерпением жду. Как это? Кто же? Кто же это сделал? Кто же автор? Как это он не будет садокладчиком? Я не понял. А кто тогда будет садокладчиком? Умеров что ли? А зачем мне умеров? Мне вот так хватило. Картинки этой фотографии. Ну, то есть, я же думал, он садокладчиком будет. И тут целый Меджлис. А знаешь, что такое Меджлис? Не в курсе, нет? Скажи, пожалуйста, а где-нибудь в списке НГО, ну, то есть, общественных организаций, ты можешь найти общественную организацию Меджлис? Нет? А, ну, найди сейчас. Нет, ты не найдешь. А может, легализованных тоже не найдешь? А знаешь почему? Это еще при Кучме было. А знаешь почему? А, кстати, а ты в курсе, что в Украине запрещена, прямым, запрещена деятельность нелегализированных общественных формирований? В курсе, да? Ага. Удивительно, да? Запрещена, нет, а есть. А потому что они это парламентом называют. А парламент же не может быть зарегистрирован как НГО. А может парламент существовать в унитарной стране отдельно? Тоже нет. Дилемма, да? И только Чаплыга говорил. Украинцы. Я, может, конечно, не нарядный националист в плане этой вышиванки, но я генетический националист. Поэтому я вам говорю, уважаемые украинцы, все должно соответствовать закону и конституции. Понятно? И Крейм должен быть областью. Понимаете? И организации все должны быть зарегистрированы. Или закрыты. Ну, нельзя же так. Понимаешь? А, ясно. А кто там, знаешь, миром правят символы и знаки? Не напомнишь мне, а кто там вручал нож? Кому? Аккурат перед планируемым содокладом. А? Миром правят символы и знаки. А. Поэтому прости, но выступление у Мерова мне мало интересно. Понимаешь? Я хотел послушать выступление заложного. Мне было бы это интересно. Даже хотя бы в пересказе. Я понимаю, что это может быть закрыто. И где он будет выступать? Я так понимаю, на комитете, правильно? Ну, как можно новый законопроект под новым номером вынести в зал без обсуждения комитета? Не, я понимаю. Может быть, все. Можно и на заборе его обсудить, конечно. Но, с точки зрения, так сказать, закона, логики Конституции, сначала комитет, правильно? Высновки. Вам другие комитеты должны дать высновки, да? А потом уже зал. Правильно я понимаю? Ага. А что сказал комитет по правовой политике? Он сказал, вы знаете, в повестку дня включать не будем. Даже в повестку дня включать не будем. Давай так. Давай похвалим. Похвалим тех, кто свою позицию высказал. Все понимаю. Юля вышла и что сказала? Что, по сути, это катастрофа антиконституционно. И это попытка расчистить Украину для заселения другими. Ясно. Позиция понятна. Аплодирую стоя. Дима Разумков, Дмитрий. Ну, дать уважение. Дмитрий Разумков, да? Вышел и сказал. То же самое. И вот, чтобы не говорили, что это самое, вот альтернативный закон. Понятно, без шансов. Понятно, что это как бы, ну, политический финт. Но это оппозиция. Оппозиция. Дмитрий. Дмитрий, жму руку, уважаю. Есть. А Бойко. Бойко. Я вчера его весь вечер звал. Говорю, Бойко, выходи. Бойко, выходи. Где ты делся? Взял выше. Слушай, связь. Юля. Ну, вот что значит, политический опыт. Четыре дня ждала. Читала там Шелеста, Чаплы, вот там других, значит. Ждала. Резонанс народа, да? Потом поняла. Вышла и сказала. Это политическая игра. Да. Так она политик. Она по-другому и не должна действовать. Дмитрий Дарьевич. Тоже подождал. Вышел с альтернативой. Молодец. Бойко. А Бойко за четыре, через пять дней до того, как внесли этот закон, сказал мы за. Это как? Увидел женщину и не дошел. То есть, как бы, сразу проголосовал. Я правильно понимаю? Еще до того, как женщину внесли в зал, да? То есть, как прошел вечер. Да, шикарно. Три раза, да. А она? Она не пришла. Я правильно понимаю позицию Бойко? Ясно. Но все-таки мы ждем. Причем вопрос, пусть он повиснет, так сказать, в облаке. Ну, в обществе, да? В облаке НАТО, да. В облаке НАТО, да. Он же сказал, что проголосует, если там будут льготы военные. Так вот, я хочу спросить. Бойко, ты уже почитал закон? Льготы есть, а? Ну. Давай. Петя, 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 Петя. Не надо нам высылать фризы эти, гончаренко это. Вы, Петя, выходи. Петя, выходи. Выходи, Петя. Что с этим законом? Ты же понимаешь, Петя, да? Это закон против тебя. Лично. Петя, выходи, рассказывай нам. Что будет? Ну, что у тебя там с этим законом? Слуг даже не вызываю. А, кстати, мажоритарщики еще есть. Группы эти депутатские, да? Помнишь, позбивались они, мажоритарщики? Позбивались это в ста... Да куда им достаивали? В группы, в группы. Вот. Позбивались. Сарпентарий, однодумцев. Так, товарищи эти, мажоритарщики. Да дело же не в том, что вас больше не будет как мажоритарщиков в новом-то законе, в новой конституции. Это все понятно. Вопрос не в этом. Вы же мажоритарщики почему? Потому что у вас бизнес, земля, вы привязаны здесь, да? Ага. А где вы там же эти бизнес собрались делать? А? Ага. Интересно. Ждем их выступления, позиции интересные. Слуги, слуги. Ну, слуги же понимают, да, что пока карета, она их катает. Да? Ну, могут побить в карете, могут похвалить, могут денежку дать. Ну, карета же разная бывает. Но катает, правда? Катает. А когда она тыквой стала, то что? И гарантии никакие, да? Ага. Угу. Ну, ждем, ждем. Теперь вот, как бы, вот вам на пальцах вообще все разложенное. Большая картина, ты же понимаешь. Да, картина большая. Мы обсудим, ну, как в прямом эфире, в четверг мы на наших кухонных посиделках. Мы вот уделяем отдельное внимание. Почему вот так? Потому что это действительно важно. Но если взять вот эту, ну, как бы широкую рамку, которую мы с тобой постоянно продвигаем в начале недели, то я, вот послушав тебя, да, послушав вот эту борьбу за власть, вот эти диспозиции в парламенте, со-докладчик, докладчик закон о мобилизации, я вдруг понял Мельника, который выходит и говорит, Шольц! Выходи! К Путину! Договаривайся! В Исландии. Ну, то есть с туристическим элементом. То есть, а может в этом и есть некий план? Потому что Мельник просто так, ну, просто так ничего не предлагает. Коню понятно, это же говорящая голова. Ну, все же понятно. Ну, да, это и есть план, потому что по-другому вариантов нет. Ну, мой друг, ну, еще раз тебе говорю, ну, представь себе бункер закрытый. В нем сидит группа товарищей, которые добровольно из него выйти не могут. Место не свободы. Правильно. Что есть у этой группы товарищей? Пять рогаток на всех, да? И четыре швабры. А, извини, лопаты. Какие швабры? Да. На пятую еще не собрали экономики, знаешь ли, нет, поэтому четыре лопаты. Ага. И тут открываются двери, и туда заходят вооруженные до зубов товарищи. В кожанках. Говорят так. Бункер наш. Мы все такие, блин. Да не, ну шо. Ну, возникает тут, знаешь, как вопрос, то есть, будут ли, как это, войска коалиции освобождать этот бункер извне, потому что, как бы, ну, ты ж понимаешь. Вроде как нет. Не собираются. Понимаешь? Внезапно. Надо тогда что-то решать, потому что, ну, товарищи, ну, хорошо, ну, взяли вы бункер, что дальше? То есть, надо как-то беседовать, да, нахер вам этот бункер, что вы с него хотите? У этого бункера, блин, долгов на 150 миллиардов. Понимаешь? И уже никакой инвестор ничего не даст, потому что эти долги настолько большие, что их невозможно выплатить. То есть, в любом случае наступает критический момент. Дефолт, ну, как в Аргентине. Дефолта, революции, переворотов, пересчета там собственности, так, то есть, все. То есть, любой инвестор, он понимает, что, то есть, пока это было 50, еще можно было дать 55. Ну, то есть, еще игра. Но, когда это 150, то уже все. То есть, любые бабки сверху, это потерянные бабки. Ну, и? Ага, тогда есть несколько вариантов. Значит, в бункере всегда есть главное, да. И решают, значит, то, значит, так. Есть предложение. Давайте штук 50, товарищи, из бункера, первыми вот так вот раз и туда заткнем, ими, значит, эти двери. Закрыли двери, и нема. Ну, никто же не хочет быть эти 50, правда? Вот, раз 50, два 50, три 50, а потом что? Потом что? То есть, знаешь, как я говорил, беда наших депутатов и власти в том, что они в школе, в пятом классе, в пятом, не учили дроби. Дроби, знаешь, такое дроби? А учили сокращать дроби. Знаешь, такое сокращение дробей. Значит, в большом пределе. Если война идет на истощение, да, то есть, ну, вот так и плюс-минус там 3 километра, да, и так уже полтора года. Полтора года, вот так, плюс-минус полтора километра. Ясно. При этом падает демографический ресурс. Ясно. То есть, на истощение. Ясно. То можно дроби сократить? Там 150, а у нас сколько осталось? Ну, сейчас там меньше, чем 150. Ну, пусть там 130. 130 на 25. Из них реально что-то способных, ну, пусть 5 на 50. Да? 5 на 50. Можно дроби сократить? Можно? И узнать, что будет потом, когда там что-то останется, а тут будет ноль. Это называется решить уравнение в глобальном пределе. Ну, я тебе скажу. Когда не останется больше никого в бункере, те, кто управляют этим бункером, что начнут делать? Думать о себе, правильно? То есть, в большом пределе. Все равно будет. Ну, то есть, ты просто оттягиваешь время. И все равно будет переговорный процесс, но теперь уже не о бункере с людьми, а лично о себе. Правильно? Гениально. Ну, то есть, это просьба Шольца поговорить не о войне, а о народах, странах, целях и задачах, а о себе? Думаю, да. Думаю, да. Потому что я тебе скажу просто. До тех пор, пока элиты не получат личных гарантий, ты же понимаешь. Только когда элиты получат личные гарантии, тогда они не будут бояться идти на ряд действий. Вот и все. Сегодня такой бурный, не знаю, всплеск информационный, грузины натворили. В общем, нашли там взрывчатку, которая была закамуфлирована под аккумуляторы, которая переправлялась из Одессы в Румынию, Турцию и, собственно, в Воронеж шла. Господи Боже, а почему не через это, не через Кот-де-Вар? Вот, и, в общем, организатором спецоперации, как утверждают, был Одессит Андрей Шарашидзе. А, ну если Одессит, то я тогда вот эта логистика поняла. Экс-кандидат депутата от «Слуги народа». В общем, замаскировали, ну, Одессит, замаскировали взрывчатку и отправили в Воронеж. И тут можно там много там, ну, казалось бы, да, ну что обсуждать? Нашли. Вот когда Крымский мост, там тогда не нашли, да, а сейчас нашли. Но это-то и самое интересное. Миш, нашли и будут находить, а раньше не находили. Слушай, а какую взрывчатку? В аэропорту летали. Взрывчатка, ты ее не можешь замаскировать. Она пахнет, понимаешь? Она пахнет. Ее собака находит. Понимаешь? Если ты везли, ну, через куда ее везли? При желании оно находится. И скажи мне, пожалуйста, а зачем взрывчатку везти в аккумуляторах в Воронеж? Что, в России нельзя было через сеть агентов взрывчатку найти или что? В России нет взрывчатки вообще, да? Ни на шахтах, нигде, да? То есть ее надо везти из Одессы через Кот-де-Вуар, через Грузию везти в Воронеж, да? Я считаю, гениальный план. Гениальный. Политика так стала, понимаешь? Ты же это понимаешь. То есть так же и поляки. Понимаешь? Интересные вещи совпадают. Ну, это все соупадение, да? Соупадение. Соупадение. Учения НАТО, впервые такие масштабные за всю очевидную историю НАТО, они с когда по когда, не напомнишь мне? Знаешь, когда? С 5 февраля, да? То есть Чаплыга что выводил? Значит так, что с середины января начинается вот этот всплеск, да? Математический. И реально пороговое значение он проходит в начале февраля, да? А дальше идет пик вот этот. А до когда, говорил Чаплыга, этот пик? А, до конца, до конца марта. Ну, то есть он еще кусочком на апрель уходит. Ясно. А почему же учение с февраля до мая? А, потому что Чаплыг говорил, 20 мая как турбулентность. Значит, ааа, ааа, вот оно что. Интересно, интересно, да. И русские там 400 танков на Купинске, да, сосредоточили. Ага. И турбулентность такая. Вот у них учение таким образом, да, выстроились. А, потом поляки говорят, что нужно быть внимательным до конца апреля, да, я так понимаю, по самолетам, да? Ясно, ясно, ясно. А потом они говорят, что очень нужно, понимаете, что-то вы продуктов много возите. Надо очень тщательно проверять все, что вообще грузы, которые идут в Польшу. То есть за навесочку так. Ну, продукты-то понятные, думаю, еще другое. Понимаешь, да? А, Беларусь, Беларусь, срочно спецназ и всех остальных патрулировать границу по усиленному. Угу, интересно. И грузины, ты говоришь, начали в аккумуляторах находить взрывчатку. Прямо в Воронеж через Кот-де-Вуар. Это же естественный путь для меня. Что ж тут не ясно. То есть все формируется в бабах. Все формируется в один бабах. Потому что, понимаешь, в чем дело? Этот гордий узел надо рубать. Понимаешь? Вот как рубили Минск. Вот еще так же будет и здесь. Рубить надо. Но когда рубят, понимаешь? Оно же когда под напряжением. Что происходит потом? Понимаешь, да? Да, и тогда умные люди правильно говорили. По-моему, ты же говорил. Что по законам, собственно говоря, перед концом наступает что? Всплеск. Всегда. И обмен. Пленными. А. Понятно. И тут выходит товарищ посол, которого мы полгода не слышали. Да? Говорит. А что бы Шольцу в Исландии с Путиным не поговорить? Вообще надо. Так он не только про Шольца сказал. Он сказал вообще и про серьезных, сильных игроков. И про США, и про Бразилию, и про Китай. Что надо говорить. Надо. 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 У меня возникает вопрос. Если наш посол, а это представитель государства, лицо государства в целой стране. Он зам Кулеба. Был. На секундочку. Как? Он же посол. Нет, он зам Кулеба. А какая разница? Посол и посол. Так он, не, его же сняли вроде зама Кулеба. Слушай, я не отслеживал. Могу ошибаться. Да неважно, заманку ли я бы или нет, я не уверен. Ну, тем не менее, ну пусть. Неважно. Он посол. Выходит и говорит. То есть, если он предполагает, что Шольцу и Си можно и нужно говорить с Путиным. Которого называет рациональным лидером. А раз рациональный, значит, думает о своем государстве, его интересах. Шольц, очевидно, думает о своем государстве. Потому что этот тезис подтвердил нам начальник, товарища посла Кулеба. Который вышел и сказал, прекратите гнобить Орбана. Он не пророссийский, он провенгерский. Я вообще не понимаю, за что Такера тогда? Такер же про американский получается, правильно? То есть, выходит посол и говорит, тот товарищ рациональный, якобы пророссийский. Значит, этот прокитайский, этот пронемецкий. Им надо собраться и поговорить про нас. А мы где будем в этот момент? Он намекает, очевидно, на то, а почему же, если им это надо и можно, то почему нам это не надо и не можно? Удивительное рядом. Я правильно понимаю? Ну, у нас мобилизация полным ходом, да. Да, да, понятно. Ну, вот как-то так ему складывается. А Такер, ты вспомнил? Тут сейчас интрига века. Будет ли брать интервью Путина? Да, нет. Что он вообще там делает? И кому это сейчас выгодно и нужно? Что думаешь об этом визите Такера Карлсона в Москву? Ну, смотри. С вероятностью 50%. Ну, ты знаешь, как это... Какая вероятность стрекить динозавра на улицу? 50%. Можно стрекить, может, нет. Вот, с вероятностью 50% товарищ Такер, будущий вице-президент США. Скажи, пожалуйста, а если бы этот Трамп поехал в Россию? Ну, это же все, да? То есть это же... А если бы кто-то из его штаба? Или кто-то от партии? Ну, это же сходу. А Такер, ну, что Такер? Ну, Такер и Такер. Поехал и поехал. Пытались его погнобить по личной линии. А оказалось, что Такер не такой простой. Понимаешь? Оказалось, его корни уходят к отцам-основателям США. О-о-о. А это уже, понимаешь, да? А что ж такое Такер? Такер – это гонец из Пизы. Хороший гонец, в смысле. Хороший гонец. Гонец приехал поговорить, поговорить. Как вы себе это видите? Как мы себе это видим, да? Как мы политику будем строить? Ясно. А интервью ты говоришь, да? Я думаю, что да, будет интервью. Ну, такие люди просто так не ездят, ты же понимаешь. Ну, какой-то выхлоп должен быть. Если не интервью, то хотя бы его репортаж, правильно? А какая хрена разница, интервью или репортаж? Ну, вот и все. Кстати, кстати, с точки зрения выборов в США, более демонизированным является кто? Китай. А для того, чтобы победить Китай, необходимо разбить дружбу с Россией. То есть, получается, Россия потенциально может быть союзником США в борьбе с Китаем, его угрозой. Товарищи просто выстроят себе нормальную избирательную кампанию. Вот, собственно говоря, и вся картина. Ты лучше поговори про Сенат, что они там голосовать-то собрались. Это, конечно, потрясающий момент. Я к этому хотел, кстати, перейти, потому что пенсии за американские деньги не будет. И наши пенсионеры уже как бы... Ну, в общем, подан законопроект, по которому там помощь Украине исключительно для того, чтобы экономику поднять, USAID, вот это вот поддержать, проекты, вот выделить в Украине денег, а пенсии с этих денег платить будет нельзя. Можно, можно будет. Прямая бюджетная помощь 8,5 ярда. 8,5. То есть, реально, Украине из этого всего 8,5 ярда. 8,5 ярда поделить на 12 – это сколько в месяц? А нам в месяц сколько надо минимально? 3,5, да? Ну, реально 4. Хорошо. 4. Да, давай ужмёмся вообще. То есть, ну, как бы, самый-самый минимум. 3, 3 ярда. 3. Значит, оказалось, из 50 миллиардов, которые ЕС торжественно... Помнишь, мы празднули Сочельник? Сочельник Великого Праздника, 50 миллиардов от ЕС. Оказалось, 50 миллиардов нужно делить на 4 года, да? И делить на 12. Ой-ой-ой, не 50. Оказалось, 39. 39 делим на 12 и делим на 4. И получаем чуть меньше одного ярда в месяц. 8,5 делим на 12 и получаем меньше одного ярда. Итого в сумме из трёх минимально вообще возможных мы получаем что-то около полтора. Это при самых радужных и лучших на сегодняшний день раскладах. Что же мы имеем по военности? Ну, то есть, есть же два, две рухоятки, да? Военная поставляющая, составляющая и бюджетная, да? Угу. Военная, что у нас? А скажи, пожалуйста, а что там ЕС договорился по поводу военного фонда? Не помнишь, нет? 12 миллиардов, которые, да? А, сначала про 20 с чем-то говорили. Потом оказалось 12. Потом оказалось, что и вообще долгов там на 5. А потом сказали, да и... Ага. А потом нам сказали, ну, собственно говоря, Германия читала, что типа все свободны, можете сброситься. Позвоните в Ригу и спросите, сколько они дадут. А потому что мы свои 7,6-8 миллиарда, мы вложили в свой бюджет себе. Но записали его на Украину. Ну, поставки же Украине. Ну, так смотри. Генерал Наев, видимо, хочет, который отвечает за север и оборону с севера, да? Тот, который там сообщает перечиски о ДРГ. Он вообще заявил, что и Ф-16 вот уже на подходе, и ракеты с дальностью 300 километров. Все нормально, все будет. Ну, будет и будет. Ни в шеверном случае. А лететь они откуда будут? Самолет, чтоб ты понимал. Я знаешь, как это... Фотоаппарат и мыльница. Ну, фотоаппарат мыльница. Хочешь сделать гадость другу? Купи за 50 баксов ему фотоаппарат мыльница, и 500 он потратит на пленку, проявку и печать. Понимаешь, да? Ну, то есть сам самолет – это мыльница, 50 баксов. А команда обслуживания, да? Замена жидкостей, обслуживание, там же разное есть. Управление, военная часть, там очень серьезно. Оно же откуда-то взлетать должно, а когда оно приземлилось, оно должно куда-то попасть. Да, в какой-то ангар, что-то с ним делать надо. Ангар ты можешь возить куда-то? Не особо, да? А почки логистики к этим ангарам должны быть выстроены, да? И как ты себе это представляешь? Ну, то есть в каком количестве это все будет? Ну, 5, 10, 20, сколько это будет? Где и как ты это будешь? То есть тебе надо 20 ангаров, чтобы русские не могли одной ракетой поразить, правильно? Или оно должно взлетать откуда-то с другой страны и там обслуживаться. А если оно взлетает с другой страны и там обслуживаться, что происходит? То есть не надо иллюзий. ЯО прилетит. Это, это, к бабке не ходи. ЯО прилетит. Это и, можете это вот вырезать кусок в эфире, я вам сразу скажу. ЯО прилетит. И все это прекрасно понимают. Все это понимают. Особенно Румына и Польша. Ну, хорошо, я только за. Я только за. Ну, потому что наконец-то вся эта НАТО вместо того, чтобы придет и будет наконец-то воевать с Россией. В наших интересах. И в своих. А то сидят они там за бугром, понимаешь? Нет. Ну, они так говорят. Мы договоримся. А, с русскими? Да. Я не знаю. Эти договорятся. Мы, говорит, договоримся. А вы воюете? Да, эти договорятся. Я не сомневаюсь. Но когда прилетит по ним, то они уже должны. Ну, хотя не факт, конечно, что они сразу пятую статью. Там четвертая сначала, понимаешь? Потом дебаты. Вот. Ну, кто-то должен будет вступить в эту войну. Ну, то есть, история 17-18-19-х годов гласит о том, что Австро-Венгрия должна проснуться. Ну, если цикл исторический. Ну, ждем. Да. Ясно. То есть, с Европой все понятно. США вышел в спикер этого Конгресса и сказал, вы можете даже не рожать этот закон, потому что по дороге из Сената в Конгресс он уже будет мертвым. А знаешь, что сделать? Ну, это ж красота. Что делают товарищи сенаторы? Товарищи сенаторы. Значит, решают. А давайте мы проголосуем а-ля компромиссный закон и отправим его в Конгресс. Ход коню 1-0. А товарищи в Конгрессе говорят, ну как 1-0? Взяли и проголосовали. Будут голосовать отдельно закон по Израилю. Говорят, 1-1. Ну. Ну, все. Ну, в общем, это пинг-пинг. Такой, знаешь, предвыборный. Главное не спешить. Заключаешь этот китайские эти турниры по пинг-понгу, а там хер этот мячик увидишь, понимаешь? Так-так не надо. Торописа не надо. Выборы аж в ноябре. Торописа не надо. Смотри, Сталливан же как миру сообщил. Говорит, вот это мы ударили по Ближнему Востоку, по Сирии, по Ираку. Это только начало. Да, да, да. Дали будет. Дали будет. Мы так хотели ударить по Ирану, но потом решили, что ну, дайте ударим по Сирии. Ну, по Сирии, по Сирии. Господи. Кто еще не ударил по Сирии, понимаешь? Бедная Сирия. По Ираку ударили, походу. Ну, то есть, это вооруженные силы США в Ираке на основании чего находятся? На основании официального приглашения правительства Ирака. Правительство Ирака решило, что, собственно говоря, как-то гости задержались. И создали некую комиссию, суть которой сводится к тому, когда же вы, уважаемые гости, соберете монатки и уедете. Уважаемые гости не для того строили крупнейшее в мире посольство. В Ираке же, по-моему, да? Крупнейшее в мире посольство США. Это же не для этого там строили. Правильно? Как-то они, наверное, говорят, ну, мы-то тут уже почти как дома. Что-то ваше правительство как-то неправильно мыслит. И дабы утвердить это правительство неправильно мыслить, они ударили по Ираку. Выходит правительство Ирака и говорит, подождите, мы только вчера поговорили о том, что вы должны уйти. А вот это благо, выходит США и говорит, мы же вас предупреждали. Выходит какой-то военный, значит, из Ирака и говорит, кого они предупреждали, что не понял. Может, они в Сирию позвонили, перепутали? Ну, то есть, непонятно, да? То есть, как бы неясно. Вот. То есть, а потом выходит Байден и матом кроет этого Нитаньяка. А Нитаньяк, вы сидите, так вот, значит, тихонько. Это я еще, говорит, Ливан не зацепил. Вот. Интересно, да? Да. Мир. Согласно графика, направляется в указанном направлении. Ну, а зачем глобалистам мир, в котором их нет? Ну, ты же понимаешь. Да. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на Миху Анархиста. Это телеграм-канал Миша Чаплэгги. Сделайте это, поставьте лайк этому видео, что думаете, напишите. И, конечно же, присоединяйтесь, да? Следите за всеми новостями, свежими видео. Ставьте лайки, не забывайте. И поддерживайте проекты и там сборы, задачи, которые вот Михаил выдвигает у себя в телеграм-канале. Потому что это все, ну, скажем так, важно. Важно. Вот эта сопричастность, вот это как бы соучастие, да, вот в хороших, добрых делах, оно принципиально чистит карму, как говорится. У меня финальный вопрос дня сегодняшнего. Ну, вот смотри, что мы видим, он опять о внутреннем, об украинском. Потому что нужно как бы дать некий посыл, да, потому что впереди целая неделя, а там резонанснейшие будут, наверное, заявления, перетягивание канатов, снова вот эта вот мобилизация, там, не знаю, там, обсуждение в комитетах, все это будет вот сейчас. Слушай, не называй это мобилизацией. Этот закон не про мобилизацию. И не про демобилизацию. Потому что демобилизацию можно сделать даже под законным актом, это первое. Но если им нужен закон, то это закон из одной строчки. Но, друг мой, если объявить демобилизацию и профессионалов, которые два года на войне забрать, куда их забрать, что если те заводы и фабрики, где они будут работать, забрать оттуда. Кем их заменить? Подготовка сколько времени занимает? Кем их заменить? А мотивацию где они будут брать? А вооружений уже в этом году нету тех, которые были в прошлом. Правильно? И так далее. То есть, соответственно, это закон о другом. Это закон совершенно о другом. То, что он называется про мобилизацию, это старая традиция. Написать закон про рыбную ловлю, а в парикетных положениях про порядок выбора в суде Конституционного суду. Понимаешь? Вот о чем оно. Так вот. Что мы видим? Мы видим Зеленский, который отправляется в Работино. Ну, или под Работино. В сапогах, в бункере вручают награды. Там вот это все, скажем так. Это вот как день вчерашний. День сегодняшний вместе с Ермаком посещает некий учебный центр, где там огневые группы проходят обучение. Ну, как бы мы видим, что это уже как бы работа. Да, работа по появлению президента. То там, на передовой, на нуле, ну или кто-то говорит на 5 километров дальше, кто-то говорит на 15, кто-то говорит прямо в гуще. Ну, какая разница. Там он с солдатами. Вчера, сегодня он с солдатами. Здесь, в общем, мы видим, что это все как подготовительный определенный процесс. Но я как Тимошенко увяжу с другой очень интересной историей всю нашу с тобой сегодняшнюю беседу. Евровидение ж был. Ты голосовал? В национальном отборе. Видишь, не нравится. Я Дию снес кедренью матери, блин. И купил новый телефон. Вот. А люди голосовали в Дии. Голосовали за певцов, голосовали за представителя. Победила Алена Алена и Джерри Хейл. Там вот миллион голосов получили в Дии. Миллион. Так кто победил? 700 тысяч за них. Ну, Алена Алена и Джерри Хейл. Как? Так один кто-то. Они вдвоем поют. Да, дуэтом поют. Там Мария энд Тереза называется. С налетом религиозности кто-то там как считает. В общем, поедут они. Но суть же в другом за вот эти несколько часов усиленная, модернизированная, подкинутая на новые мощности Дия не справилась с наплывом голосов. И это все дело растянули. В общем, чуть ли там на сутки, да, точно растянули. И многие увидели в этом тест выборов в Дии, которые Дия не прошла. Друзья, друзья, друзья мои. Выборы в Дии... Не, в Украине можно сделать выборы и на заборе. Я все это понимаю. Но не можно... Ну, хорошо. По определению в Дии не может быть выборов. По одной простой причине. Что ты можешь микроскопом забить гвоздь. Но микроскоп для одного, а забивать гвоздь молотком. Дия не сертифицирована. Законом не предусмотрена. Для проведения выборов. Попытка проведения выборов в Дии сразу, автоматически, на международном уровне, делает эти выборы нелегитимными. Точка. Чка. Понимаете? Что мы увидели? Это не то, что... В Дии можно опросы какие-то проводить, там, ну, для общего развития. Это даже не рефератый опрос, просто. Ну, знаешь, как я у себя там в Телеграм-канале. Все говорят, Миша, да это ж типа баист, потому что это твоя аудитория и никакой ты не срез. Ну, так идея ничем не отличается, понимаешь? Какой? Есть цивильный контроль над идеей? Ну, если там какой-то опрос серьезный проводит. Кто входит в наглядовую раду этой идее? Кто осуществляет из госорганов цивильный контроль? Ну, есть комитет по обороне, он осуществляет цивильный контроль над СБУ, там, военными организациями. Есть омбудсман, который осуществляет цивильный контроль над военной организацией и так далее. Да? Над Дией кто контроль осуществляет цивильный? Кручу-верчу, деть хочу или что? Да. А. Зачем такие сложности? Что, нельзя было написать, сколько тебе надо? Зачем эти сложности? А легло, мы даже не знаем, сколько запросов было. Может, этих запросов было 100 тысяч. Откуда ты знаешь? И откуда ты знаешь, через сколько запросов оно легло? От миллиона, от десяти, от ста тысяч. Ну, выйдет, Вася скажет, от десяти миллионов. Ты же не проверишь, правда? А легло от ста. Все, понимаешь? Тим, я тебе больше скажу. Ты знаешь, почему во многих европейских странах, большинстве, и не только европейских, нет ДИИ, ну или аналогов. Потому что запрещено законом и Конституцией, запрещено в одной точке собирать такой массив данных. В единой базе данных. Я вам напомню, погуглите скандалы, которые устраивались на международном уровне в Украине, по поводу попытки сделать единый демреестр. Помните? Так вот, то, что в ДИИ, то, что в ТЦК, это востократ хуже того, из-за чего были международные скандалы по поводу этого единого демреестра. Поэтому этого нет. Никто в здравом уме, в демократическом государстве не позволит собрать в одном месте такое количество информации о гражданине. Они все децентрализованы. Одна база для одного ведомства с четким регламентом, другая для другого, третья, цели есть и так далее. И если тебе нужно взять из одного ведомства базу с другого, это целая процедура. А додуматься, собрать в одном месте и вручить ключи кому-то одному, да еще и без цивильного контроля, как это называется? Так о чем мы с тобой говорим? А мы говорим с тобой... О демократии, я забываю. О том, да, о том, что ты как бы делаешь главный посыл нашей сегодняшней встречи, что главная цель власти, власть. Это всегда так. Ну, слушай, ну при чем? А главная цель римской власти в чем? А помнишь, когда раскопки проводили в Риме, ну, рядом с Римом, римских поселений, там на стенах, знаешь, что находили? На стенах находили, сколько каждый сенатор дает, значит, там денег или там зерна и так далее за то, что за него проголосуют. Прямо на стенах. А ты знаешь, что в Риме был закон, запрещающий сенаторам тратить на подкуп избирателей больше, чем определенная сумма? Хороший закон. Власть всегда защищает власть. Это закон власти. Это со времен Шумеров еще. Что ж тут не ясно? А в США власть защищает не власть? А в Израиле? А в Европе? Слушайте, я открытие не сделал. И это нормально. Это нормально. То есть об этом учебники пишут. Вопрос власти, да? Исполнение власти, захвата власти, удержания власти и так далее, и так далее. Это учебник. Если бы выходили, ну, если бы. Когда-то в мое время был такой предмет, назывался обществоведение. Так вот, в школе на обществоведении это преподавали. Школьник. Но с тех пор уже давно нет обществоведения и тех, кто это преподавал. И теперь многие вещи, которые говорит Чаплыга, являются неким откровением. Это школьная программа с УССР. Какое откровение. Политэкономия. Ну, уже нет ее, очевидно. То есть я просто рассказываю школьные вещи. Школьные. Из обществоведения, политэкономии, теория основ государства и права. Базовые школьные вещи. Мы дожились до того дня, когда все сидят перед экраном и слушают откровения. Причем как минимум половина из тех, сидящих с открытым ртом перед экраном, имеют как минимум два высших образования. Потому что, когда тебе говорят о том, что тебя будут защищать и простреливать колени, это как-то помогает, ну, вернуться в какую-то колею. И я очень рад, что, собственно, наши встречи тоже на это направлены. Михаил Чаплыга был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.